Всем привет! Тогда начнем. Меня зовут Никита Клюквин, я профессиональный фотограф в области экстремальных видов спорта и путешествий, аутдора. Мне 23 года и недавно вот мы с ребятами из спортмарафона пообщались и решили сделать такую интересную лекцию, надеюсь будет интересно, по поводу вообще фотографии относительно экстремального вида спорта и потом перейдем к блоку о путешествиях. Я разделил это на три главные, наверное, мои поездки. Это Эльбрус, Камчатка и последнее приключение, с которого я вернулся там с частью команды, которая присутствует здесь, это Северный Курил и остров Парамушир. Начнем. В принципе, моя карьера и мой путь начался именно с экстремальных видов спорта. Это был скейтбординг, сноубординг. Почему так произошло? Изначально я сам профессионально катался на сноуборде очень долгое время до травмы, затем каким-то образом в один момент времени ко мне попала фотокамера, которая по факту в дальнейшем со мной срастилась. Экстремальные виды спорта — это огромная семья, дружеская комьюнити, где все друг друга тесно знают, общаются, поддерживают, всячески помогают. И, наверное, это стало одним из ключевых параметров, почему я остался в этой истории и почему я ее стараюсь активно двигать во всех этапах в разных сферах жизни. Не только казательно спорта, а еще как-то интегрировать ее в историю с документальной, модой и со всеми другими сферами жизни и творчества. Что еще сказать? Если мы перейдем плавно к съемке экстремальных видов спорта, то это та область, которая еще, в принципе, мало освоена. В ней не так много людей, которые профессионально работают, знают, как правильно снимать разные виды спорта. Это сноубординг, скейтбординг и так далее. Но это безумно интересно, так как тоже сами виды спорта, они достаточно новые и они активно развиваются. Как мы все знаем, некоторые дисциплины того же самого сноубординга были включены в олимпийскую программу в 2014 году. В последних олимпийских играх дебютировал в первый раз BMX, BMX, да, скейтбординг, серфинг даже. Буквально лет 10 назад, наверное, такое было даже сложно представить. А теперь это реальность и многие мировые бренды, компании стремятся всячески развиваться и продвигаться на международной арене за счет включения в партнерские программы по экстремальным видам спорта. Это и подписание каких-то контрактов, и рекламной кампании, многое-многое другое. Что хочется сказать еще помимо интеграции и вообще про экстремальные виды спорта, что чтобы снимать экстремальные виды спорта, в этом нужно разбираться. Здесь есть особая специфика, да, это не свадебная фотография, это не какая-то, не знаю, не ивент, не репортажка, это прям отдельная категория. Так как, например, в ивентах мы понимаем, что мы снимаем все, что происходит вокруг, нам надо показать одну зону, вторую, как они взаимодействуют, какой-то концерт может быть и что-то еще. Свадебные истории тут тоже все понятно, там ЗАГС, официальная часть, неформальная вечеринка и потом максимальная пьянка крутая с салютом. Обычно это так. Что касается экстремальных видов спорта, то здесь немного все более сложно, более, ну, точнее, совершенно по-другому. Есть, у каждого вида спорта есть своя специфика, и нужно понимать, что нам нужно показать, к примеру, да, вот возьмем сноубординг, начнем с него. Большая часть людей, которые начинают снимать сноуборд, серфинг, да, такие досочные виды спорта, они стараются постоянно сконцентрироваться на главном объекте, да, в данном случае, к примеру, спортсмене, и совершенно забывают о каких-то дополнительных деталях, такие как бэкграунд, не знаю, трамплин, какие-то дополнительные объекты, которые играют важную роль. Допустим, да, если мы возьмем этот кадр, да, и уберем все, что ниже линии горизонта, оставим просто человека на фоне неба, что мы увидим? Человек, летящий где-то. Все, больше никакой истории, ничего абсолютно. Такой кадр, конечно, имеет место быть в качестве, к примеру, в качестве обложки, может быть, в какой-то, в качестве афиши, ну, использование этой фотографии в качестве афиши. Об этом я тоже в дальнейшем расскажу и покажу как раз, как часть фотографий можно использовать в другой сфере, да, не в классической моей, а добавить ее к каким-то афишам и коллаборациям. Вот. Соответственно, если мы делаем кадр формата как данный, где у нас есть вылет, да, в левой части кадра, трамплин и в правой части приземления, то у нас, ну, и, в принципе, видно всю высоту, у нас появляется некая история, где человек вылетает на фоне заката в Сочи, и мы примерно понимаем, куда он приземлится. Соответственно, история дополняется, уже понятно, что, откуда, куда и зачем. К примеру, данный кадр был снят во время съемочной сессии с европейским большим медиа-продакшном, это Absent Films Crew, это самый, наверное, старый видеопродакшн вообще в Европе мировой, который работает со спортсменами со всего мира, они каждый год летают в разные страны и снимают короткие либо эпизоды, либо документальные фильмы о сноубординге в том или ином регионе. Это был 19-й год, за год до начала, а, нет, даже это было, по-моему, в марте 2020 года уже начиналась потихоньку пандемия, но мы успели прилететь в Сочи, ребята прилетели в Сочи из Швейцарии, Словакии, Словении, Финляндии, по-моему. И на протяжении целой недели вот мы работали в горах курорта Роза Хутор, где постоянно копали снегу, устроили разные спортивные объекты, трамплины, вылеты, приземления. Было безумно интересно и такой большой опыт, который, в принципе, можно даже чуть-чуть похвастаться, потому что, во-первых, европейские продакшены очень редко прилетают в Россию, потому что, ну, это связано с разными факторами, не будем о них. Помимо этого, это очень важно в качестве опыта общение, коммуникации с людьми, которые старше тебя и у которых есть чему поучиться, потому что тот же самый сноубординг, к примеру, у них намного сильнее развит, чем у нас. И они могут рассказать, как его продвигать, как его снимать и о каких-то еще дополнительных нюансах. Допустим, мы хотим научиться снимать, в данном случае поговорим о экшн-спорте. С чего начать? Нужно понять, на что мы хотим снимать. Это самый банальный телефон, который сейчас есть у каждого, и камера. Классический вариант, да. С чего, в принципе, начинал я. Это семейный какой-то любительский фотоаппарат. Самый простой, купленный когда-то в семью, чтобы делать там фотографии, а-ля, не знаю, я держу на ладошке эйфелеву башню или что-нибудь еще такое. Просто приезжать в места, фоткаться на фоне, все, более ни за чем другим. И, в принципе, с этой камеры, которая делала три кадра в секунду, и начался мой постепенный путь вообще в сфере фотографии. Поэтому очень хочется сказать, что самая лучшая камера – это та камера, которая всегда с собой, которую можно всегда достать, сделать кадр, потому что фотография – это момент. Момент, который, скорее всего, нельзя повторить. И очень круто было бы его запечатлеть и запомнить на всю жизнь. Естественно, сама фотография – это достаточно дорогое увлечение, которое требует постоянных инвестиций в камеру, объективы, штативы, свет и так далее. Но в этом также нет какой-то дикой необходимости, потому что все есть, во-первых, в рентале. Даже сейчас, когда… У меня есть разные рекламные кампании. К примеру, вчера мы снимали рекламную кампанию «Спортмастера» на следующий год, к лету 2023 года, и весь свет я брал в аренду. Он мне вообще, в принципе, не нужен. И это лишние косты, которые не требуют каких-то… Они не требуют, нет необходимости закупать свой свет на постоянную основу. Можно постоянно его вкладывать в смету, включать и брать в аренду, при этом используя разные световые приборы, разные насадки, постоянно пробуя что-то новое, так как, в принципе, вся индустрия, она тоже не стоит на месте и постоянно обновляется, 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 что позволяет вам в данном случае пробовать все новое и новое и совершенствоваться, смотреть на новинки, вообще представленные в данной сфере. Поговорим еще о мобильной фотографии, в принципе. Да, многие отказываются верить, что на телефон возможно делать классные снимки экшн-спорта, а-ля, не знаю, нет настроек, еще чего-то. Вот, к примеру, этот лайфстайл-кадр сделан на iPhone, тоже в горах Сочи с Андреем Вануфриевым. Это рекламная компания для одного-другого бортшопа. Единственное, наверное, чем камера телефона сильно уступает камере фотоаппарата, это, естественно, светочувствительность и возможность съемки в плохих погодных условиях при условиях низкой освещенности. А если у вас солнечный день, еще куча снега, которая дополнительно отражает подающие лучи солнца, то грех не взять в руки телефон и даже снять какой-то классный кадр. Тем более разрешение современных телефонов тоже позволяет эти кадры печатать, потом использовать в фотоконкурсах. И даже есть отдельная профессия, которая как раз подразумевает полностью съемку контента на телефоны. Это и рилсы, и тиктоки, и фотографии, в принципе. И мобильные фотографии есть как отдельный жанр фотосъемки, отдельная профессия при некоторых компаниях и даже агентствах. Планы переходя в сторону уже работы. Мы начали снимать, все классно у нас получается, но где искать партнеров, где искать работу, где искать агентства, где найти тех самых идеальных заказчиков. По началу самое главное, наверное, ну, как мне кажется, что вам в жизни и в дальнейшем поможет и в плане работы, и в плане просто общения, коммуникации с другими людьми – это открытость, максимальная приветливость, легкость в общении и, ну, в принципе, больше ничего. Приходя на какие-то ивенты, на какие-то мероприятия, знакомитесь, общаетесь, обмениваетесь опытом, говорите, о, я, например, фотограф, давайте что-нибудь придумаем классное. Давайте. Ну, для начала, естественно, бесплатно, чтобы люди могли посмотреть на какой-то ваш результат, понять, интересно ли с вами вообще работать. Ну, и какой-то настроить нужный вектор в начале вашего пути развития с данной компанией, брендом, агентством, неважно. Делаем одну крутую съемку для них. Супер. Заказчик доволен. Продолжаем работать уже на других условиях на какой-то коммерческой основе. Недоволен. Значит, снова берем в руки камеру, идем в свободное время снимать, набиваем руку, концентрируемся, совершенствуемся и повторяемся заново. Второй вариант – это, как раньше говорили, сила Инстаграма. Сейчас данная сеть запрещена в Российской Федерации. Но есть теперь сила ВК, которая тоже неплохо работает. Также у всех компаний есть группы, странички, на которые можно написать, предложить коллаборацию, предложить какой-то проект. И, в принципе, не нужно особо ждать, когда вам кто-то напишет и предложит что-то снять. Это глупо. Если за вашей спиной нет какого-то бэкграунда хорошего, скорее с какой стати вам кто-то будет писать. Правильно? Поэтому придумаем какие-то идеи, пишем лично, пишем, знакомимся. Либо вообще другой вариант – нашли кого-нибудь спортсмена, сняли с ним классную историю и посмотрели. У него есть, например, партнер из страны Adidas, бывшей компании Adidas, которой уже нет в России. Прислали ей кадр, обсудили с менеджером. Может, ему этот кадр, если понравился, они могут забрать его в печать, могут забрать для социальных сетей. Это тоже как такая некая маленькая первая ступенька в полноценном сотрудничестве с брендом, с компанией. С маленькой ступеньки начинается уже большой рост. По поводу Adidas как раз я тоже расскажу про свой опыт. Вообще, вы как фотограф – это некий бренд, а задача любого бренда – это продаваться. Соответственно, от вашего самопиара зависит и ваша саморабота, ваша популярность, ваш доход и все остальное. Вам нужно постоянно светиться, постоянно бывать на каких-то мероприятиях, постоянно делать все новый и новый контент, что-то креативить, придумывать новое, ну и как-то, в принципе, показывать людям, почему вы должны с ними работать, а не кто-то другой. Это очень тоже важно. Как раз придем, наверное, к истории быстро о партнерах. На начальном этапе партнеры тоже очень могут сильно помогать. Это, к примеру, самый классический вариант – это бартерная основа. Когда компания либо рентал предлагает что-то взамен на контент, который вы для них создаете. Из последних примеров могу показать рента фото. Мы когда летали на Северные Куриллы, снимали серфинг. Одна из задач была съемка серфинга и животных. В принципе, данные типа съемок подразумевают использование длиннофокусной оптики. Длиннофокусная оптика свыше 200 миллиметров, она достаточно дорогая. Я бы даже сказал, дорогая. И это те виды объективов, которые по факту не нужны каждому фотографу, не нужны в постоянном арсенале. У них просто нет смысла. В рамках каких-то историй в Москве, либо даже где-то еще. Это те, наверное, объективы, которые можно брать в аренду. Либо в Москве безумное количество ренталов. От рента фото до зум-прокатов и всего остального. У которых есть потребность в контенте. Которые должны показывать, какой продукт у них есть. Почему? Что с ними работают профессионалы. И это для них классный самый пиар у себя, в принципе, в Инстаграме показатели их работы. И плюс дополнительный пиар в сфере того человека, с которым они начинают работать. К примеру, с рента фото мы договорились. Они предоставили свою технику мне в рамках проекта на бартере на основе. Я для них сделал какой-то материал и, в принципе, еще рассказал о них здесь. Второй момент. Когда мы снимаем экстремальный вид спорта или, в принципе, отправляемся в путешествие, это подразумевает некое наличие определенной специальной одежды. Это куртки на мембране, на гортексе, сноубордическое оборудование, походное оборудование, трекинговые палки, рюкзаки, кроссовки. Все это стоит тоже немало. Но невозможно представить без этого никакое приключение, путешествие и так далее. Это очень сильно может испортить впечатление от поездки и, в принципе, превратить ваше путешествие во что-то ужасное. Поэтому тоже есть компании-бренды, есть компании, которые только выходят на рынок. Им тоже интересно на сотрудничество. Им интересно, чтобы в их бренде ходили, чтобы его рекламировали. Буквально лет 5, наверное, назад ко мне также пришла компания Burton и компания Oakley. Oakley чуть позже, года через 4 назад. И ребята были супер заинтересованы в том, что в России на тот момент было порядка пяти, наверное, экшн-спорт-фотографов. И все остальные четверо, ну там было 4-5, наверное, и 90% из них были намного старше, чем я на тот момент особенно. И их заинтересовало как раз новое лицо. И плюс в том, что это лицо было младше 20 лет. На тот момент классный чувак, который классно снимает. Он еще молодой, перспективный. Почему нет? Все, что нам нужно, это, не знаю, они мне давали оборудование, помогали в поездках, помогали в аккредитациях, каких-то бейджах, согласованиях. В принципе, вот как раз да, к моменту согласования очень важно, точнее очень круто иметь за спиной какую-то сильную поддержку. Вот в лице, к примеру, компании, да. Компания Burton мне помогла, по-моему, в 2019 году я летал на чемпионат мира по сноуборду в Швейцарию, Lux. Это, наверное, одно из самых культовых мест вообще в мире, связанных с сноубордингом. И компания помогла мне сделать официальную аккредитацию на съемку данного мероприятия. Я был там один из пяти фотографов, которые имели специальный нарукавник и могли ходить во время прямой трансляции прямо по трассе. Это получить достаточно сложно. Такую аккредитацию получают только официальные фотографы, которые работают на курорт. Там, не знаю, официальные фотографы от генерального партнера. По-моему, в том году это был GoPro или кто-то… Не, не GoPro. Это был Audi. И кто-то еще вот по письму. В данном случае компания Burton мне предоставила это письмо. Я приехал на курорт, предоставил им это письмо. Ребята такие посмотрели. Ну, окей, ладно. Типа, если такой бренд просят, значит, им это очень нужно. Давайте поможем. Почему нет? В принципе, и это также сильно повышает ваше имя в лице всех остальных. Плюс какие-то коллаборации – это опять медиа-активность, медиа-инфоповод и для вас, и для них в первую очередь даже, наверное, на первых этапах для вас. Потому что, когда вы показываете, что вы с кем-то работаете – вау. Там у людей, которые с вами не знакомы, в принципе, первый эффект – это вау. Чувак с кем-то… Ну, и вы работаете в какой-то крутой компании. Это круто. Значит, за ним что-то есть. Надо узнать, что, почему. Ну, появляется желание пообщаться, поработать. В принципе, наверное, может, кто-то из вас уже пришел по каким-то таким инфоподам. Я не знаю. Но может быть. Дальше первое сотрудничество с компанией перерастает потом в какую-то некую коллаборацию. К примеру, вернуть опять к Адидасу. С ними мы познакомились тоже в году 18-19 плюс-минус на какой-то беговой истории. Поснимали. Классно. Я говорю, ребят, ну вот бег – это все весело, но это не совсем мое. Давайте сделаем что-нибудь крутое в экшн-спорте. Ну, давай подумаем. Короче, мы думали порядка, наверное, 3-4 лет. Нет, даже трех получается. В 2021 году мне снова написал тот менеджер. Такой, слушай, вот у нас появилась история. Они открыли новый магазин на Кузнецком мосту на тот момент. И такие магазины, в принципе, есть, по-моему, в пяти странах мира. Это Дубай, Германия, Россия, вот Москва, соответственно. И где-то еще 2 страны, честно не помню. И в этих странах офисы имеют право делать внутренние коллаборации. Не с их голосов, а с их хэт-офисом. Так и произошло со мной. Он предложил сделать коллекцию футболок, которая продавалась бы в Адидасе на Кузнецком мосту. И мы как раз выбрали в качестве вида спорта для этой истории скейтбординг. У них есть скейт-коллекция, есть специальная обувь для скейтбординга идеальная. И есть своя команда, с которой это все можно было снять. Дальше был процесс согласования локаций. Потому что работа с большой компанией подражает некие риски в плане имиджевых для них в первую очередь. Поэтому локация должна никак не биться с какой-то некой большой достопримечательностью. Поэтому мы не снимали, например, на фоне Храма Христа Спасителя либо Красной площади. Во-первых, это банально. Во-вторых, за это тоже нужно платить. За использование объектов съемки в коммерческой основе. Плюс какие-то дополнительные люди. Ты эту локацию в идеальном не очистишь. У тебя все равно появляются какие-то объекты. Машина, может быть, еще что-то. И дополнительные риски в плане дальнейшей реализации продукта. Могут быть. Могут не быть, но лучше перестраиваться. Поэтому мы долго выбирали локацию, выбирали концепцию, что это будет трюки, либо это будет просто какой-то классический лайфстайл. Пришли к выводу, что захотели сделать, в принципе, все в одном. Но за главный объект взять классический лайфстайл-кадр, когда скейтбордист делает толчок и такой пост-момент. Вот он оттолкнулся ногой и в этой фазе едет куда-то вперед. Я хотел какой-то не совсем простой истории, но при этом чтобы она была максимально минималистичной. Я видел ее как раз в черно-белых цветах. И в плане локаций было несколько основных. Одна из них, которая в итоге использовалась, это Парк Победы. Главный музей вот этот. Была история с Москва-Сити. Была история с одним домом в районе Курской… Как назывался там этот… Не хлеб-завод, а… А? Вин-завод, да. Рядом с вин-заводом. Вот. Поездив по всем этим локациям, посмотрев, как падает солнце, как ложатся тени, я вот остановился на Парке Победы. Посмотрел специальное время, в какое время как ложится тень, куда падает свет, какой тень его рисунок и так далее. Есть, в принципе, разные программы, которые позволяют это сделать. Вы прямо достаете телефон, делаете кадр локации и прямо пролистываете временные периоды, и вам показывается примерно, как ложится свет в этой локации. Но лучше перестраховываться, ездить смотреть самим. Вот. По итогу мы приехали с их райдером команды Adidas на локацию, посмотрели ее с разных сторон, выбрали, по-моему, правую часть, правый отрезок музея и сделали там серию кадров. За основной вот тот, который вы видите более крупно. И там в уголке есть еще дополнительный кадр, где спортсмен делает трюк, где он падает, где держится за голову и так далее. И все это вот скомпоновали вместе с дизайнером в одну такую большую картинку. Наверное, что было важно для меня в плане этой коллаборации, чтобы в идеале там было еще написано мое имя и фамилия, что и получилось. И после этого можно реально спокойно говорить, что это все-таки моя коллаборация, а не там, не знаю, футболка продающаяся, якобы это моя фотка на ней. К сожалению, это продавалось не так долго в сфере неких событий, но все же три месяца она повисела в Adidas на Кузнецком мосту, и получился классный опыт, и не так много фотографов, в принципе, у которых есть коллаборация с такой большой компанией. Другая история связана с компанией Nokia. У нас была совместная коллаборация с Лешей Молотовым. Задачей коллаборации была съемка экстремальных видов спорта, то есть все как всегда, но исключительно на телефон. И на телефон из бюджетной линейки, чтобы показать людям, что их камера действительно способна на что-то большее, чем какие-то селфи или, не знаю, съемка собачек. Не в обиду собачкам, конечно, но все же. Вот, и по итогу мы сделали большую фотовыставку в рамках этой истории, сделали ее в Сочи, провели мастер-класс, сделали еще пару видеоуроков. Это был тоже очень интересный опыт и такой важный кейс, наверное, в моей копилке. Другая немаловажная история это фотовыставки и фотоконкурсы. Тоже средство продвижения на арене и, наверное, один из главных путей, ну, один из важных путей развития, на мой взгляд, как фотографа все равно. Это такая премиальная история, очень важная, и она обязательно должна быть. Фотоконкурсов сейчас на данный момент супермного. Есть даже, вы можете забить в Яндекс фотоконкурсы, выпадет первая ссылка и там будет просто нереально большой список о всех фотоконкурсах, которые планируются в ближайшие три месяца. В принципе, чтобы потратить, собрать фотографии и загрузить на все эти сайты, у вас уйдет примерно три дня. То есть там реально бешеное количество. И на разную тематику. Архитектура, портреты, свадебная история, путешествия. очень много сейчас фотоконкурсов, связанных с путешествиями. В принципе, даже сам вот спортмарафон проводил фотоконкурс в том году, связанный с путешествиями. И вот здесь как раз висят работы победителей данного фотоконкурса. Это, по-моему, 2021 год, если не ошибаюсь. Другой вариант – это, если вы сделали какой-то классный проект, побывали в разных местах, ну, в каком-то красивом месте уникальном, либо сам проект уникальный, делаете фотовыставку сами. Я, например, в 2020 году побывал первый раз на Камчатке, вернулся, и у меня есть подруга, которая работает директором одной из кофеин Surf Coffee. Я пришел к ней, показал материал и предложил сделать такую мини-фотовыставку из порядка... 1, 2, 3, 4, 5... Там 7-8 работ висело еще в нескольких соседнем зале. Сделать фотовыставку о проекте с небольшим текстом просто для всех желающих, для посетителей кофейни, и сделать эту акцию, не знаю, на неделю. Это минимальные затраты для заведения, потому что печать на пенокартоне, в принципе, стоит дешево. И, ну, в этом нет смысла печатать на металлическом композите, к примеру, так как это, ну, на мой взгляд, это не галерейная история, а это все-таки больше в формате зашел, увидел, ушел, если мы говорим о кофейне. Здесь же, к примеру, печать, по-моему, нет на пенокартоне, потому что здесь это более длительная экспозиция на, я не знаю, на год, наверное, если до следующего фотокомплекса, скорее всего. Вот. И, в принципе, здесь само помещение подразумевает более эстетичный, более аккуратный вид и более дорогой. Вот. Другая история, к примеру, там, левый кадр, да, есть такой спорткомплекс гравитация, это вейкбордический комплекс. Ну, не только вейкбордический, теперь там и спортивный. Вот. Но главное направление этого места это вейкбординг. И вот ребята в качестве такой маленькой промо-акции решили сделать фото-выставку на два месяца тоже. Написали мне, предложили собрать материалы, написали еще нескольким фотографам, предложили собрать материалы повесить. К примеру, сейчас там они собираются обновлять материал тоже и снова написали. И фото-выставки это еще такой тип, когда у тебя ваши фотографии висят долгое время, в принципе, в достаточно популярных местах, где проходит, где идет большой пассажиропоток. И, как бы, кто знает, может там пройдет к менеджеру из фотографий, позвонит, наберет, спросит, кто вы, что они придумаете классное. Вот. Потом, если мы говорим еще о фотоконкурсах, да, то из тех, что я помню, да, и которые я там выиграл, это Никоновский, наверное, главный я в сердце изображения был фотоконкурс. И еще был фотоконкурс Best of Russia, лучшая фотография России. Это, наверное, самый прикольный проект, который был. Это проект реализовывался как раз винзаводом. И они делали большую книгу по итогу, примерно такой толщины, и собирали фотографии совершенно из разных сфер жизни. Это и какие-то семейные фотографии, и love stories, и свадебные, и ивенты, и спорт, и документалистика, политика в том числе. И это вдвойне интересно, когда объединяют разные сферы. Потому что когда это чисто посвящено чему-то одному, люди, которые придут, они будут увлечены только этим. Соответственно, когда вы с кем-то коллаборируетесь, расширяете целевую аудиторию, также есть шанс расширить свою аудиторию в том числе. Другой более умирающий уже вид, к сожалению, печати. Это журналы, какие-то книги, издания. Здесь, наверное, скорее сложнее развиваться именно самому, потому что это та сфера, в которую обычно приглашают. Они пишут лично по поводу какого-то материала, отснятого в данном случае, не знаю, в рамках какой-нибудь поездки, либо работать с брендом, либо же сам бренд, к примеру, продает тот или иной материал, и таким образом попадает в журнал. Очень редко, когда приходят сами. Иногда, кстати, приходят через спортсменов. То есть с кем-то из спортсменов делают интервью, выбрали вашу фотографию, написали, сами выкупили, и материал появился, и вам еще прислали экземпляры. Наверное, из последних того, что мы делали, это английское издание Extreme Like a Girl. Девочка, она по национальности самонемка, живет в Англии, решила сделать большую книгу, популяризирующую женские экстремальные виды спорта. Она собрала там вейкборд, мотокросс, альпинизм, скайдайвинг, вообще все. Книга получилась реально улет, полностью на английском языке, и там есть интервью с русской девочкой, вейкбордисткой, с Лизой Пружанской. И как раз фотки с ней они покупали у меня, когда это еще, кстати, было возможно. Сейчас рассказываю и думаю, а как сейчас это делать, чтобы приходили еще платежи за фотографии. Ну, ладно, не суть важна. Там из последних еще, это журнал Prime Snowboarding, немецкое издание. А, вот как раз история, когда некоторые фотографии тоже покупают спустя 4 года, там или 3. Журнал вышел тоже в 2021 году, материал снятый как раз в рамках сессии Substantive Films, то есть 20, а, ну не год, полтора там, спустя полтора года они купили эту фотографию. И очень важный момент, с которым я даже сейчас иногда сталкиваюсь, что весь материал, который вы когда-либо снимаете, всегда его храните. Храните копии, храните оригиналы, неважно через сколько лет захотят купить какую-нибудь фотку. Вам покажется, что это полный отстой, но у вас ее купят. Еще купят за те деньги, за которые вы никогда не ожидали, что вы ее продадите вообще. Такое бывает, и это максимально нестандартно, не знаю что ли. Ну и то, что вы недооцениваете, многие люди могут переоценивать, поэтому смотрим. То, что я говорил по поводу каких-то крупных кадров, это использование в афишах, в разных промо-материалах, там это соцсети, баннеры, магазинные афиши, какой-то лендинг на сайте, плюс печатка, в данном случае здесь мастеркард, московский спорт, там какой-то ивент, а, ивент в Питере, рекламная компания рекорд, это скейтбордические доски русские. Вообще есть ничего, фотки залетели, классно, понравились, и они висели в разных местах. То есть какие-то висят до сих пор, в данном случае скейтбординг, по-моему, и верхняя в Питере, они еще висят до сих пор. Это был тоже, по-моему, 18-й, да, это 18-й год, 15 октября, 25 декабря. Та лендинг, точнее соцсеть, это 22-й год уже там коллаборации с московским спортом в этом году. Так, ну и наконец, самое главное все-таки, в принципе, к чему мы должны были подойти, это экспедиция. Экспедиция – отдельный большой жанр, ну, путешествие – отдельный большой жанр в сфере фото, которое предразумевает, наверное, самое интересное, когда вас закидывают черт пойми куда, где людей нет ничего, но есть безумно красивая природа, есть классная локация, и, в принципе, возможностей для творчества просто огромное количество. Начнем, наверное, с Эльбруса. Это поездка была у меня в 2020 году. Мы ездили снимать, есть такая гонка – Эльбрус Red Fox Race. Это мировое мероприятие, мировая гонка по скайраннингу. Не совсем адекватные люди, на мой взгляд, бегут с высоты 2 400 на 5 642. 2 400 на 5 642. Перепад в 4 400 плюс-минус. И они бегут. К примеру, обычный человек с высоты 3 800 до 5 до вершины Эльбруса доходит, ну, от 5 до 8 часов. Плюс-минус. Спортсменный рекорд – 3 часа. С 2 400 на 5 642. Как? Я не понимаю. Но мы не об этом. Мы прилетали снимать эту гонку, и моя работа как раз заключалась в работе высотного фотографа. Что это значит? Так как гонка большая, она начинается у подножья горы и заканчивается на вершине, то вся фотокоманда делится на несколько отрядов, можно сказать, которые работают на разных высотах, снимают разные отрезки трассы, разные отрезки гонки. И каждый год собирается высотная команда. Это обычно один фотограф, один оператор, и плюс два высотных судьи, один персонал технический, которые в 3-4 утра выходят и идут ставить трассу на самый верх. Дальше они приходят туда и сидят, ждут просто, когда все прибегут. В 2020 году позвали меня работать в качестве высотного фотографа, и это был, наверное, безумно интересный, но одновременно очень сложный опыт работы. Начиная от того, что лежит в рюкзаке фотографа, мы можем посмотреть этот фотоаппарат с двумя объективами, в данном случае это обычно широкий угол, какой-нибудь там 16-35 либо 24-70, и обязательно длиннофокусный опытик, 70-200, ну и что-то типа того, чтобы какие-то снимать крупные кадры, плюс, когда спортсмены далеко, ну и широкие, соответственно, какие-то крупные, точнее, общие планы, либо добавлять больше динамики за счет использования широкого угла. Батарейки, карточки памяти, все понятно, это мало весит, термос с горячим чаем, тоже окей, ясно бутылка воды, естественно, не в стекле. Нам дополнительный вес не нужен, шоколадный батончик, тонкая пуховая куртка, перчатки. Ну и вот здесь начинается самое тяжелое. Самое тяжелое, что обычно в фоторюзаке никогда не носят. Это ледоруб, веревка, карабины, анкера под лед. Сейчас расскажу, зачем все это нужно. Ну, к примеру, на фотографии слева можно как раз увидеть. Когда вы идете на вершину Эльбруса, в принципе, гора — это то место, где тоже постоянно меняется погода. Приходит облако, все затягивает, и там становится резко с минус 10 в минус 30 превращается. Начинается холодный ветер, и можно быстро и легко замерзнуть, и ваш путь в этой жизни закончится. Когда вы идете на вершину, вы идете, во-первых, в альпинистских ботинках. Это, наверное, можно сравнить с лыжным. Такой жесткий ботинок, который особо не дает двигаться ноге, но при этом не позволяет ее как-то подвернуть и замерзнуть ей. Вы идете обязательно в обвязке страховочной, потому что есть некие отрезки пути, где висят перила, за которые нужно цепляться, ну, в принципе, страховаться, так как горы — это место повышенного опасности, а Эльбрус вдвойне. Там, в принципе, каждый раз в месяц стабильно, к сожалению, кто-нибудь гибнет из-за глупости, из-за неопытности, из-за самоуверенности, ну и по многим другим факторам. Вы идете в кошках, после высоты, наверное, на 4000 метров одеваете кошки, если это, конечно, не лето. Лето можно повыше, потому что везде лед и есть шанс сорваться. То есть там есть выше скала Пастухова начинается такой параллельный, самый легкий уже участок, именно в физическом плане, но он очень сложный в, наверное, эмоциональном плане, потому что все вокруг белое, и визуально кажется, что все, полчаса — и вы дошли. Но на самом деле идти еще часа полтора, минимум. Есть и косая полка, есть и трещины, самосбросы, поэтому мы с собой несем ледоруб и идем в кошках, если вдруг сорвались, чтобы был шанс зацепиться, за что-то выжить. По поводу карабинов, анкеров под лед. Кто-нибудь был вообще на Эллибрусе? Там после, наверное, седловины, начинают с перила, и, в принципе, там не так много места, чтобы работать, и сама терапинка, ну, например, ширина где-то в 2 метра. И при таком варианте кадры получаются достаточно скучные. Вы не можете менять локацию, не можете менять ничего. Поэтому мы с собой тащили веревку, карабина и анкера под лед. Соответственно, как только мы зашли, мы вкручивали анкера в лед, вешали веревки и на этих веревках работали. Таким образом могли получить какие-то параллельные кадры, могли получить и более не классические ракурсы. Ну и, в принципе, это такое некое дополнение. Конечно, это большой лишний вес, но все же картинку меняют существенно. Поэтому очень важен опыт работы с веревками при скалолазании. Мы несколько раз ездили на скалодроме в Москве, тренировались, пробовали разные варианты обвязок, практиковались, что-то где-то дорабатывали. Так как, когда вы зайдете на вершину, никто вас там привязывать сам лично не будет. Как вы привяжете, так вы и будете висеть. Если упадете, проверите, насколько хорошо завязали узел. У меня был момент, что мы когда снимали вторую группу, вторую группу людей бегущих, что-то смотрел в экранчик, супер увлекся, нога поехала, и я повис на веревке. Ну, метр пролетел, но повис на веревке. Было очень неприятно, но повис, поэтому все хорошо. Наверное, теперь больше как раз со самой поездки по поводу количества оборудования. И, в принципе, фотографы, люди, работающие в путешествиях в экстремальных условиях, должны быть очень хорошо физически подготовлены. Так как у вас есть обычно спортсмен, который в сферу своего вида деятельности он хорошо подготовлен, готов к разным погодным условиям, готов к большой физической нагрузке, задача фотографа, видеооператора быть не менее готовым, а даже за большим случаем лучше подготовленными, нежели чем сам спортсмен, потому что помимо всего того, что нужно просто для выживания, одежды и всего остального, палаток, вы тащите на себе технику. И вот, к примеру, на Эльбрусе это выходило так. Огромный 60-литровый баул за спиной и еще рюкзак с техникой перед. И вот в таком формате вы там идете до бочки. Бочки — это вот слева там домики, видите, и там за ними еще контейнеры стоят прямоугольные. Вот, наверное, короткий видеоролик по поводу работы на высоте. Бодро. Очень. Все. Пожалуйста. Давайте дальше. Это еще скалы Пастухова, то есть высота там примерно 4,500, да, если не ошибаюсь, или 4,700? Начинается с этой 4,200, и это конец, что там 4,700. Вот, ну, значит, это конец уже скалы Пастухова. 4,700 плюс-минус 4,600, к примеру. Уже вот первый день мы ходили климатизационный маршрут днем, и вот первый раз, когда я до туда дошел, ну, вы слышали, я стоял, долго очень дышал. У меня была прям хорошая дышка такая, я долго приходил в себя. Поэтому, когда вы, как мы, например, мы прилетели туда 1 мая, сама гонка была 8 мая в преддверии Дня Победы. Вот, и все эти 7 дней мы ходили постоянно климатизационные маршруты, постоянно увеличивая набор высоты, чтобы в день съемки, когда мы будем выходить в 2-3 часа ночи, вот такой истории не было. И чтобы остальные 4 человека не стояли, не ждали меня, скорее всего, они просто меня кинули, пошли бы дальше заниматься своей работой, что у каждого есть свои обязанности. Так, теперь переходим больше, наверное, к гонке. Гонка интересная, увлекательная, сложная, и постоянно как раз к вопросу о смене погодных условий. Вот это погода, когда мы в 3 часа, ну, в 3 часа или 3 с половиной, это, по-моему, мы шли на Эллибрус. Вот за мной 2 человека, это 2 судьи, там технический персонал еще, ну, там, в принципе, ничего не слышно особо. Вот эти все люди, они вышли заранее, это обычные туристы, они вышли где-то часа в 2 ночи, они дошли вверх с Калпстухова и сказали, не, к черту, мы не пойдем выше. Вот на втором видео как раз там еще видно всех остальных. Это май месяц. Вот здесь видно, вон в правом углу верхнем, видно огромную колонну, которая идет уже вниз. А они сказали, что они не пойдут. А через 6 часов, когда мы поднялись уже, все было классно. Мы начали снимать. Мы сначала снимали от косой полки, и там уже была погода вот такая. А он бежит в обычной ветровке и в термобелье, все. Мы шли просто в трамбле, в двух пуховиках, кошки, куртки, веревки, ну куча всего. И было очень холодно. Варежки, которые на минус 40. Ребята бежали в перчатках в легких таких полувесенних демосезонных. Было классно. По поводу гонки. Сама гонка, в принципе, подразумевает собой однообразие достаточно. Люди бегут, ничего не меняется. Меняется только высота, меняется чуть-чуть бэкграунд. И моя задача была, ну точнее я хотел сконцентрироваться на как раз эмоциях. То есть, в принципе, чем сильна фотография, фотография помогает запечатлеть эмоции. А эмоции – это самое крутое, самое сильное, наверное, что есть у людей. И показывает и характер человека, и, в принципе, олицетворяет самого человека. В данном случае, на данном кадре, точнее, один из победителей как раз в полной гонке RedFox или Bruce Race. Атлет команды RedFox. Ну, достаточно сильный кадр, мне кажется, по эмоциям. Классный бэкграунд. Видно преодоление себя. Большой путь, который пройден. Но, к сожалению, не видно погоды, которая была до. Это было бы, наверное, на контрасте, если показать так два кадра, на которые четыре часа разницы, реально. Так сильно меняется картинка. Еще один панорамный кадр, точнее, еще один кадр панорамный – это, по-моему, первая часть гонки RedFox или Bruce Race. Там первая линия, чуть выше станция Мир. И это просто кадр, чтобы показать, какое количество людей в гонке принимают участие. То есть вот эта вся колбаса – это все люди. И они идут прямо вот до первой линии канатной дороги. Участие принимает более двух тысяч человек, что ли. И выглядит это просто невероятно. Когда они все выстраиваются вот так в колонну по одному, потому что все-таки забег забегом, но ты не можешь бежать в классическом понимании, как бегают люди на улицах Москвы и так далее. И это, конечно, завораживает дух. И люди принимают участие совершенно разных возрастных категорий. От 16 лет – это самый минимальный порог. И то с официальной подписью родителя. И самый старший участник был 72 года. 72 года и дедушка пришел не последним. 72 года – это очень круто. Второй, наверное, материал, вторая локация, которую я очень хочу показать и рассказать. Кстати, здесь будет, наверное, эксклюзивный материал, который еще не видел никто. Я в этом году, в феврале этого года летал на Камчатку и делал рекламную кампанию для бренда Casio, компании G-Shock. Концепция съемки была… Ну, слоган съемки был «Never give up». Никогда не сдаваться. И в качестве съемочной дисциплины был выбран серфинг и сноубординг. Четырехдневная сессия с серфером Никитой Авдеевым и четырехдневная с Женей Ивановым. Опять же, мы прилетаем на полуостров Камчатки, где тоже постоянно меняется погода. И наша задача – просто попробовать снять то, что получится, и сделать из этого конфетку. Работа в данном регионе тоже, конечно, отличается сильно и погодой, и отсутствием какой-либо техники, к примеру. Мы прилетели туда, и на второй день пришел большой свэл. Свэл – это серия волн, где катаются спортсмены, и он пришел намного дальше, нежели обычно. И для съемки не хватало уже той оптики, которая была у нас. Нам пришлось ехать из города Петропавловск-Камчатск в сторону Мутновских вулканов, это вглубь полуострова, чтобы у чувака, который там живет, он снимает птиц, чтобы у него забрать вот эту длиннофокусную оптику на один день, хотя бы на один день, чтобы снять волны. Поэтому, когда вы готовитесь к поездке в какие-то дальние регионы, лучше учитывайте вообще все варианты от тех, которые дает прогноз погоды, и до самого худшего страшного варианта, не знаю, землетрясения, тайфун, цунами и все остальное. Перейдем, наверное, ближе к кадрам. Вообще Дальний Восток, Камчатка, Северная Курила – это регионы, которые не похожи по природе на что другое. Это совершенно разные какие-то миры, наверное, где своя экосистема, свои пейзажи. И там так мало людей, ну местами, естественно, где-то больше туристической зоны, где-то меньше, там выходные дни, будни, ну неважно, где ты чувствуешь себя прям отдаленным от природы. И, наверное, вот это то единство, о котором рассказывают в школе, с природой человека и окружающего мира, оно пояснение чувствуется именно там. Что касается съемки, задачей была съемка Никиты Авдеева в данном случае, серфера профессионального, и с акцентом на часы. Но, естественно, часы мы везде не показываем, это неправильно, это глупо. Нам нужно сделать, так скажем, профайл атлета. Профайл атлета будет включать какие-то обзорные кадры, детальные кадры, кадры с часами крупно, ну и так далее. И кадры трюков, естественно, так как у нас профессиональный спортсмен. Данный кадр, соответственно, это показать красоту Камчатки, ее неповторимость и плавный переход к зимнему серфингу. Кадры направлены больше на акцент с часами, на какой-то маркетинг, на product placement. И что касается, наверное, вообще данного проекта, я считаю, что в рамках этой съемки для Casio у меня, наверное, был один из самых лучших вариантов, ну один из самых крутых цветкоров, которые я когда-либо делал. Не знаю, по цветам, мне все супер нравится. Очень хотелось сконцентрироваться на двух цветах. В данном случае это доска Никитоса. Оранжевый цвет и еще с другой стороны фиолетовый там увидите на следующих кадрах. А, это даже будет другая доска. В общем, кадры с доской, так как доска у него яркая. Черный цвет, цвет песка и, соответственно, холодный, очень холодный цвет льда и воды, чтобы создать некую драму, нагнать атмосферы, как бы погрузить человека, который на это смотрит в какой-то мини-ледниковый период, какую-то ледниковую сказку. Поэтому исключительно раздельное тонирование, отдельные прорисовки каких-то участков по цветам и очень большая работа со цветом, в принципе. Как раз посмотрим несколько разных кадров. Это как раз Никитос выходит из воды тоже. И везде, в принципе, старался делать акцент не более чем на два кадра, чтобы не было такого ощущения раскраски. Когда вы смотрите, и у вас в глазах все пестрит и блестит. Снова фиолетовый-белый, желтый-черный. Ну, тоже такой черный и телесный цвет. По поводу серфинга, вот мы, получается, снимали это зимой, начало феврального месяца. Полтора-полуторачасовая сессия в воде. Там Никитос вылезает, у него просто все во льду. Он весь во льду. У него лед на резинках, лед на гидрокостюме. И как раз мы перебивались с прозрачными часами, которые символизируют собой некий такой кусочек льда. По поводу самого серфинга. Серфинг тоже подразумевает некую особенность в стилистике съемок. Здесь немного проще, чем в сноуборинге. Здесь нет как таковых вылетов особо. Есть моменты – это катбеки, резкие повороты. Есть трубы. Ну, есть, само собой, эры, но в принципе с ними все понятно, потому что любой прыжок на серфе запланирован с доской вместе, как бы считается прыжком. Когда человек летит отдельно, это уже самопроизвольное. И съемка серфинга, наверное, чуть проще, чем съемка скейтбординга и сноубординга за счет того, что у вас не так много ракурсов, во-первых, откуда вы можете снимать. Основной – это берег. Но берег подразумевает собой супердлиннофокусную оптику. Это порядка от 300 до и выше миллиметров. Ну, 300-600 – классно. 200-600 – тоже супер. И второй вариант, более сложный, более дорогой, на котором специализируется еще меньше людей в России – это съемка из воды. Такого опыта у меня вообще не было. Это сложно. Это, наверное, самый тяжелый труд, потому что идет волна. Вы должны находиться в тот момент, когда она закрывается. И вот она закрывается, вы сделали кадр, а потом вы как в стиральной машинке вращаетесь. И так просто происходит постоянно. То есть серфер берет эту волну и уезжает, все классно. Вы делаете классный кадр и моетесь. И так несколько раз за день. Потому что волны приходят с перерывом в 30 секунд каждая волна, а сет с перерывом, ну, плюс минус 5-8 минут. Где-то реже, где-то больше. В зависимости от спота. И вот вас так целый день стирает и промывает глаза и уши. При съемке серфинг с берега все проще. Длиннофокусная оптика. Но обязательно ракурсы не в лоб, да, классический вариант, а когда мы уходим куда-нибудь в сторону и ждем момент, когда райдер поедет либо на нас, либо хотя бы от нас. Таким образом, создав перспективу и большей какой-то, большей фактуры добавив. Потому что, ну, плоский кадр, человек едет параллельно скучно. Тем более, нет никакого бэкграунда. В основном вода и все. Вариант, как делал я. У нас вот в один из дней волны вставали намного ближе. Был сильный отлив. И появились такие вот замерзшие куски песка. То есть это все песок камнями. Его произошел отлив. Они остались на берегу. Они замерзли и превратились в черные ледышки. Очень красиво. И решил поиграть на переднем плане. Тоже максимально открытая диафрагма. Нижний ракурс. И за счет переднего плана добавили картинки большего объема. Какой-то прокачали ее, скажем так. Сделали ее более интересной, не классической. Вот сейчас будет более классический вариант съемки. Когда тоже сбоку под примерно 45, не знаю, 60 градусов. Только вода. Но в тот день открылась дальняя часть полуострова. Вот это заснеженное. Это не вулкан. Это просто одна из сопок очень красивых. Вот этот кадр снят на 600 миллиметров. То есть, понимаете, если бы было 200, было бы, наверное, еще очень много свободного пространства, которое пришлось бы кропать. Да, мы можем кропать, но все же у кропа есть и предел. И если вы сильно кропаете, у вас даже теряется тот эффект, который создается за счет глубины резкости. Если вы снимаете на открытой диафрагме с, там, образно… К примеру, мы снимаем кадр на 24, делаем портрет человека, который, например, сидит у столба на 2,8, на открытую диафрагму. С этого расстояния не будет особо размыт фон. Ну, понимаем, да? Если мы выкручиваемся, например, на 70, фон уже будет более размытым, глубина резкости поменяется. Будет выглядеть лучше. Так же и при кропе. То есть, мы могли бы добиться того же примерно кадра за счет того, чтобы мы кропнули с 24, делали бы кроп в 2 раза, получили бы там около 50 либо и выше. То есть, эффект именно по построению кадра был бы тот же, но по глубине и резкости было бы совершенно по-другому. Поэтому лучше использовать преимущественно длиннофокусную оптику на 600 снимать ровно, чем использовать 200 и кропить до 600. Понятно? Нет? Окей, ладно, идем дальше. Второй момент. Фотограф – это тот человек, особенно в экспедициях, в путешествиях, который должен быть всегда на готове. Никто не знает, что произойдет дальше. Так же, как и на ивентах. Это те сферы, в которых невозможно предугадать вообще, что произойдет дальше. Может быть, извержение вулкана, может быть, что-то еще. Человек упадет, будет улыбаться, кричать, радоваться. Масса вариантов. Поэтому вам всегда нужно быть на готове, смотреть в оба глаза и ловить момент. Вот этот кадр, естественно, он вообще не постановочный. Никтос просто заходил в воду. Я хотел сделать изначально кадры с ним просто, как он заходит в воду на 35 мм с такой некой проводкой. Но в один момент он увидел большой свелл, который идет дальше, остановился и просто начал орать. Эта фотография не передает звук, естественно. Но у него появились положительные эмоции. Он начал орать, развел руки в стороны. А в этот момент волна, которая шла, начала закрываться. И она начала закрываться перед ним. То есть это случайность, это удача. Но что плохого в том, что вам повезло? Правильно? Вы были на готове, вы сделали этот кадр. Получилось, на мой взгляд, классно и достаточно эффектно. Второй сегмент был с Женей Ивановым. Это был сноубординг в глубине полуострова. Там очень важный момент подчеркнуть, что Камчатка сильно отличается рельефом от, например, Сочи, Алтая и классических гор. Это невысокие сопки. Примерно до двух с половиной, иногда выше, некоторые вулканы выше метров над уровнем моря. Огромное количество снега, в котором вы тонете по шею. И, в принципе, все очень далеко от цивилизации. Единственный способ туда добраться – это либо вертолет, что очень дорого, либо снегоходы. Но и то, на снегоходах и на вертолетах можно добраться до определенной зоны. А как бы до спота, где вы хотите снимать, скорее всего вам придется идти пешком. Поэтому нужно думать, в какой день что вы хотите снять. И не тащить каждый день лишнюю технику, лишний вес, не тратить силы попросту. К примеру, мы каждый день планировали, что в этот день мы будем снимать трамплин. Значит, нам нужна какая-то длиннофокусная оптика. В этот день мы хотим снять крупный кадр, когда спортсмен приезжает сбоку. К примеру, как этот. И в данном случае мы понимаем, что нам нужна только широкоугольная оптика. К примеру, это фишай 16 мм. Все. Больше мне в тот день не нужно. Я возьму какой-нибудь фикс легкий, чтобы снять портреты, лайфстайл, какие-то дополнительные вещи. Все. Поэтому в путешествиях нужно продумывать все равно. Есть какая-то непредсказуемая часть, но есть и то, что вы примерно понимаете, будет происходить дальше. Какие локации, что и так далее. Поэтому взаимодействуем со спортсменом, общаемся, пытаемся что-то придумать и максимально облегчить вес, который вы несете, тратите силы. А чем больше сил вы потратите, тем, скорее всего, меньше вы проработаете, потому что ресурс не бесконечный. Так. Выбор точек, да. И, в принципе, наверное, возвращаюсь к моменту о непредсказуемости, да, происходящего и моменте работы с вертолетом. В один из дней нам посчастливилось полетать на вертолете. У нас было, по-моему, полтора часа летного времени, за который нам нужно было продумать все. Что нам нужно снять три линии, снять какой-то лайфстайл, ну, если получится, пейзажи. При работе с вертолетом нужно понимать, что пилот, он не профессиональный спортсмен, да, и он вас высадит, где сможет. То есть он вам говорит, вот эта линия, где я смогу высадить. Дальше вы выбираете сами. Вертолет улетает, все, вы остаетесь на хребте шириной там полтора-два метра, и единственный путь – это вниз. Все. Так было вот, к примеру, это кадры панорамные с Мутновского вулкана. Мутновский вулкан, наверное, в своем понимании очень сильно отличается от классического вулкана в его представлениях, как мы видим на картинках и так далее. Это не какой-то конус с небольшим жерлом, а это, скорее, огромная такая воронка, которая состоит из нескольких хребтов, да. То есть по факту вот это все, вот эта огромная чаша – это кратер вулкана. А сам вулкан не очень высокий. И если смотреть даже, наверное, сверху, он больше напоминает какую-то яму от метеорита. Но место очень красивое. Вот. И когда мы летели на вертолете, мы летели вот справа в правую часть кадра – это Величиновский вулкан, вот мы вылетали оттуда. Наша задача была использовать вертолетное время по максимуму. Соответственно, как только мы подлетали, мы сразу смотрели в окно, выбирали линии и говорили с пилотом. Слушай, вот здесь мы можем сесть, либо хотя бы пристыковаться, чтобы проехать ту линию, а ты нас подберешь здесь. Да, да, нет, нет. Окей, к примеру. Да, может. Хорошо. Мы делаем один пролетный круг, смотрим полностью линии. К примеру, вторая линия была вот там. Он нас высаживал вот здесь на хребте, и мы ехали вот эту линию по колуару и вот туда дальше вниз, а там стоял вертолет. Вот эти все моменты не позволяют тебе допустить ошибку, потому что если он вас, он может высадить, в принципе, практически везде. Вертолет, он не садится. Вот представляем, да, себе хребет. Он упирается боковой лыжей просто в хребет, висит в воздухе. В этот момент вся команда, это обычно пять человек, потому что используются в таких случаях Еврокоптеры или Беллы. Это шестиместные маленькие вертолеты, которые, в принципе, проще, более маневренные, и они более приспособлены к таким съемкам, так как Mi 8, например, чтобы зависнуть, нужно потратить больше энергии, больше ресурса и так далее. Вот. И вертолет может приземлиться практически везде. Он просто стыкуется лыжей в хребет, люди выходят, все. Он улетел, полетел вниз. Вот. И если вы вышли и понимаете, что вы не можете отсюда съехать, ну, вам что-то придется, вам как-то нужно будет оттуда съезжать. Потому что именно состыковаться второй раз, когда есть люди, вертолету очень опасно, так как в горах есть порывистый ветер. Сам вертолет Белл, ну, там, какой-нибудь 428, 425, неважно, он не такой большой, и от легкого порывистого ветра его прямо кидает, как такой, ну, мячик. Его может кинуть ветром метров на пять, его может зацепить хребет, если вот именно в момент стыковки это происходит, чтобы забрать людей. Поэтому категорически никто никогда не забирает с хребта группу. То есть группа высадилась, все, она поехала вниз. Дальше уже внизу ждет вертолет. Поэтому, опять же, коммуникация со спортсменами, коммуникация с съемочной командой. Где-то мы высаживаем, к примеру, на одном хребте мы высаживаем в виде оператора. У нас была немного глупая история. Опять же, мы прилетели уже в сторону базы, тоже от стороны Мухновского, и увидели на величинском вулкане красивую линию спонтанно. Мы сидим все в наушниках, потому что вертолет достаточно громко и удобнее общаться через них. Получилось так, что у одного из наших операторов у него не было наушников. Мы сидим между собой, общаемся, выбираем линию. Такие, о, все, вот здесь выкидываем Антоху. Классный ракурс, он отснимет. Так и получается, мы приземляемся с вертолетом. В вертолетной группе обычно есть два гида. В нашем случае был один гид, потому что это наш очень старый друг, один из первых людей, которые развивались на уборник вообще в России и на Камчатке. Они создали как раз компанию, у которой есть огромная база. Снежная долина называется и вертолетная компания. И они организовывают очень крутой досуг в том регионе. И они отвечали за наши съемки, за всю вертолетную историю. Мы с Сашей и главным гидом обсудили все эти варианты. Все, вот здесь мы выкидываем Антоха, сами улетаем наверх. Все круто. Да-да, погнали. Вертолет присаживается, Саша быстро вылетает, открывает заднюю дверь. Мы выкидываем Антоха из вертолета и улетаем. А проблема в том, что мы не оставили ему рацию. И мы улетели наверх, уже приземлились, вышли из вертолета, вертушка улетела вниз. Мы такие, так, Антоха, слышишь меня? Такие несколько раз стояли, сказали. Такие раз, два, три, четыре, пять рация. Так, их же было пять. Ну окей, что поделать. В итоге мы с главным гидом ушли по другому хребту, чуть ниже, примерно на середину склона. И орали уже, ну точнее мы с ребятами общались по рации, а дальше орали Антону. Так быть не должно. Но жизнь, все бывает, произошло, произошло. Надо как-то выкручиться, материал был снят, все было круто, потом еще и поражали. Ну и вы тоже посмеялись. Один из главных кадров, который нужно было снять в плане сноубординга, это спот называется Polygon. Тоже достаточно известное место среди профессиональных сноубордистов. Вот там заражал сноубординг, это идеальная просто кочка с идеальным вылетом, идеальным хорошим углом приземления, который не требует много времени для постройки, но при этом имеет вот такой вот красивый бэгрант. Как раз это величественный вулкан с другой стороны. То есть если смотрели бы мы отсюда, там был бы Мутновский. Но на съемку таких спотов и таких историй уходит очень много времени в плане постройки. То есть здесь мы видим, к примеру, в правой части кадра это трамплин, и вот здесь приземление. Вот даже чуть-чуть видно следы, что были уже попытки. Остальную за кадровую историю мы не видим. То есть обычно зрители, если мы ее повесим где-нибудь на фотовыставке, ничего больше не увидят. Но мы увидим. Вот как выглядит все это со стороны. Примерно полтора метра снега, ну нет, меньше. Вот мы стоим с Сашей Дориным оператором в таком неком синема стейджа. Точки для фотографов и видеооператоров в данном случае у нас было двое. И видим вот эту линию поперек внизу. Это тропинка, чтобы подняться до трамплина для райдера и в первый день, когда мы копали трамплин. Левый кадр – это вот за день до съемок. Отвратительная погода и длинная тропинка наверх. А внизу стоят там сколько? 3-4 человека. Вот эти 3-4 человека – это трамплин внизу. А вот эта тропинка вверх – это разгон. И все это вы протаптываете вручную. То есть вот сутки мы строили вот эту всю локацию. Вот на постройке вот этого шли сутки. Мы, во-первых, поднимались с самого низу. Вот оттуда. Вот эта точка, до которой доезжают снегоходы. Вот здесь она. Дальше вы идете вниз по колуару через лес. Затем вот здесь мы останавливались. В левой части кадра, где мы стоим, на кадре в середине видно, там начинается такой широкий колуар, который находится под наклоном. И плюс это световая часть. Когда вы работаете в горах, нужно понимать, что всегда есть опасность схода лавин. И нужно понимать, как работает снег, делать шурф. Кто не знает, что такое шурф? Преимущественно, да, нет? Скажите лучше слух. Нет, давайте… Не знаю. Соответственно, что такое шурф? Это определенный метод, который позволяет понять кондицию снега, его устойчивость, его… Ну и в принципе понять, насколько здесь лавина опасна. Там есть несколько способов его проделывания. Самый простой – это вы уходите куда-нибудь в сторону, на склон, где теоретически может сойти лавина. Выкапываете вот такой вот столбик, ну плюс-минус такой по ширине, до самого низа. Останавливаете. Кладете лопату. Делаете несколько хлопков по ней. Затем смотрите толщину, насколько он прогнулся, потом еще раз. И еще есть специальная лупа, через которую вы смотрите сами строение снежинок. И есть некая таблица, в которой записано, насколько снег должен прогибаться, рельеф снежинок. И вот по всем этим параметрам вы оцениваете дальше снег. Соответственно, мы сделали шурф примерно вот здесь, первый. И понимали, что в принципе место лавина опасное, но не на столика. А ракурс будет идеальный, как вы видели по предыдущему кадру. Поэтому для постройки трамплина мы уходили ниже. То есть сам клоуар, получается, уходит в центр туда, а трамплин уходит на левую его часть. Поэтому мы делали первую тропинку к трамплину по левой части клоуара, уходили наверх. Ну и там, в принципе, достаточно безопасно. Выкапывали сначала трамплин, а параллельно другая часть команды делала тропинку наверх и потом с ноубордами все это утрамбовывала и делала разгон. На простой к той истории ушли сутки. На следующий день мы приехали рано утром и пошли с Сашей Дориным выбирать локацию. То есть мы примерно понимали, что она будет где-то в том клоуаре, но до конца не понимали, где. Здесь не видно. Изначально мы немного соглупили и подумали, что она будет сильно выше. И первый наш путь был через вот этот лес на хребет туда в обход и получается вот там, где мы стоим сейчас. И что мы делали не совсем правильно? Ну, отчасти тоже спорный вопрос. Кто-то считает правильным, кто-то считает неправильным. Мы спускались сверху вниз, утрамбовывая снег, да, и, в принципе, передавая на него дополнительную нагрузку для схода лаины. Но в то же время другой вариант был бы идти снизу вверх, что тоже вообще неправильно. И в данном случае, наверное, все-таки мы сделали в наиболее гладком, оптимальном варианте, так как нагружая снег с самого верха все-таки безопаснее, чем нагружать его снизу, потому что снизу на вас сойдет наиболее, ну, большая масса снега. Вот, что касается Камчатки, как там было непросто. Теперь, наверное, хочется рассказать о последней истории о Курильских островах, на которых мы побывали с командой вот 10 дней. Это было очень круто. Мы увидели извержение вулкана, встретили тайфун, покатались на серфинге, первый раз подстрелив в жизни, и, в принципе, это еще было в Тихом океане. Такой закрыл гетштальт и получил очень классный опыт. С чего хочется начать? Сами Курильские острова — это достаточно доступный регион, до него добраться не так сложно. Вы прилетаете на полуостров Камчатку, в город Петропавловск-Камчатск, а оттуда есть вертолет до самого острова. Обычно, когда мы слышим слово «вертолет», мы начинаем сразу думать о чеке и париться, что это реально очень дорого. Но для сравнения... Давайте так. Полтора часа летного времени из города Петропавловск-Камчатск до острова Парамуширск. Лететь полтора-два часа плюс-минус. Сколько стоит? Как думаете? Три тысячи. На человека? Да, на человека. Семь. Семь? Еще варианты? Нету? Ну, окей. В одну сторону? А, да, в одну сторону. Три тысячи. Три тысячи семь? Три тысячи в точку. От двух до четырех тысяч рублей. Нереально красивые виды, полеты. Вы просто прилетаете по восточному побережью полуострова, видите эти скалы, если повезет, можете увидеть китов, равнины, горы, реки, вообще все. Какие-то старые постройки оставленные после русско-японской войны. Ну, много всего. Это полтора часа летного времени уже полностью практически переворачивают ваше воображение и дарят нереально большое количество эмоций от поездки. Пока не хочу переходить дальше, сейчас покажу короткий промо-ролик к проекту, который мы снимали, и дальше уже расскажу более детально о поездке. Наш дом – остров Парамушир, единственный обитаемый на северных Курилах. Вокруг на многие тысячи километров нет других населенных пунктов, и многие скажут – это скучно. Но не мы. Восхождение на вулканы, морские прогулки, где можно встретить китов, горячие источники, фрирайд и, конечно, серфинг. Круглый год. На Земле не так много мест, где такое возможно, поэтому добро пожаловать на планету Парамушир. Наш домашний серф-спот находится всего в пяти минутах от города, но пока что волны ловят здесь всего четыре серфера. Мы мечтаем о том, чтобы Парамушир стал новой серф-локацией в России, и ты можешь в этом помочь. Участвуй в нашем конкурсе и стань частью команды, которую откроет Северный Курил. В общем, проект был направлен на популяризацию серфинга и вообще регион, ну, Северный Курил, правильно? Один из главных организаторов проекта — Ира, которая собрала классную команду. Здесь вот и участники проекта. Коля — один из фотографов тоже. Ваня — создатель обучающего контента в TikTok, правильно? Сорян. У нас собралась очень крутая команда, порядка 10-12 человек, с которыми мы все первый раз отправились в тот регион. Во-первых, мы не были знакомы с друг другом, знакомились прямо в аэропорту, на локации. Все ребята суперклассные, позитивные, из разных мест, увлеченные каждой профессионал своей области. Вот, и наша такая большая команда отправилась просто в совершенно новый дикий мир, удаленный от всего. На острове Промушир находится один город. Это город Северокурильска. Там живет порядка двух тысяч человек и нет больше ничего. Город занимает примерно одну шестую часть острова. Вся остальная часть необитаема. И если вы хотите куда-то уходить гулять, то только с гидом, так как медведи, животные и все остальное, все присутствует в полном объеме. Даже иногда в город также выходят медведи погулять, поиграть с собаками и так далее. Так как это Северный Курилл, это приграничная зона, вам обязательно нужен пропуск, который оформляется супер просто, там на госуслугах. Но все у нас это было. У нас была команда двое ребят местных, которые родились на Северных Куриллах, но вот на острове Промушир выросли там и сейчас развивают это данное направление. Мы провели порядка десяти дней, и наша программа была максимально насыщенной. Она включала... В первый день после прилета мы отправились на остров Атласова. Это, наверное, ближайший остров к острову Промушир, где находится вулкан Алаид. Путешествие начинается с поездки на катерах, где-то примерно полтора часа на них идти. Опять же, возвращаясь к везению. Только не подумайте, что все мое творчество основано на везении, но оно присутствует очень часто. Как вы можете видеть на кадре, здесь изображены птицы. Это не просто птицы, это тупики. Данный вид птиц распространен преимущественно в Австралии, правильно? По-моему. А? В холодных водах. В холодных водах. И Атлантик, и Тихий океан. И иногда их можно встретить на северных курилах. Мы шли, снимали катер параллельно, делали несколько кадров. Вот сразу за кадры до этого я снимал на длинные выдержки. На длинные выдержки все понимают, что у нас в фокусе только катер, все остальное размыто. Создается дополнительный эффект движения, как бы не статики. После этого переключился в... Сделал выдержку более короткой, чтобы попробовать поймать эмоции ребят, там еще что-нибудь. И в один момент увидел, что впереди птица. Я не видел, что это за птица изначально. Потому что, в принципе, катер идет достаточно на высокой скорости. И стоять смотреть, что там за птица, ну такой себе вариант. Можно пропустить кадр. Поэтому решил просто сделать небольшую серию, а потом уже всматриваться. Так и получилось. То есть сделали несколько кадров. Получилась классная фаза, что вот те два тупика идут как бы на взлет. Один только собирается взлетать с воды, другой уже практически взлетел. Видно, что он уже не в воде, а балансирует на пузике. Другой тоже, не знаю, то ли приземлился, то ли еще что-то. А когда начал смотреться, увидел, что это еще достаточно редко встречающаяся птица. Тоже ценность кадра выросла. К моменту еще снова возвращаясь о путешествиях. Путешествие – это, наверное, та область, в которой нет понимания правильного цвета, на мой взгляд. Если мы снимаем, к примеру, свадебную историю, мы понимаем, что, скорее всего, такого цвета там быть не должно категорически. Потому что есть все-таки некая жанровая история, что это должно быть какой-то официальный деловой репортаж. Черно-белый допускается, но основной – это цвет. Путешествие же – это, наоборот, та сфера, которая позволяет играться с цветом и пробовать разные варианты. И черно-белый, и классные яркие какие-то цвета. И вот я очень люблю использовать в каких-то аутдор-историях такой немного приглушенный свет, где в светлых тонах очень сильно прибавлен такой оттенок голубого, создающий некую… создающие холодные оттенки, да, и очень сильно переигрывать с зеленым, делая его темно-темным, темно-темно-зеленым и даже уводить такой практически черный цвет, да, если смотреть по бокам кадра и в нижней его части, то он в некоторых местах прямо проваливается в черный. И это создает какой-то… ну, помогает нагнетать еще больше драмы в картинку и погрузить человека, который видит данный кадр в некую атмосферу приключения, на мой взгляд. Что касается еще съемки, я очень… не очень люблю, точнее, постановочную историю. Мне больше нравится, когда все это живое в том виде, в каком оно есть. Поэтому обычно я стараюсь никого из ребят не дергать никогда, только если это не требуется сама ситуация, да, либо кто-то из героев не хочет этого. А снимать все в формате, наверное, follow me, как бы следовать за объектом, смотреть его с разных сторон, пробовать какие-то не классические ракурсы, игру с передним планом, да. Не знаю, этот кадр у меня ассоциируется с каким-то, как бы, кошкой-пантерой, которая высунула голову, да, и смотрит, что там, что происходит впереди нее. То есть у нас часть объектов почти полностью закрыты травой, да, вот как герой в правой части кадра. А герой, который идет последним, ну, последним, это как раз Костя, один тоже из организаторов, местный парень, который нам все помогал делать, он идет последним, да, и его видно лучше всего. Таким образом можно создать эффект какой-то, ну, как будто мы подсматриваем, что ли, за героями, да. На мой взгляд, он интереснее, чем если бы это было снято там с уровня глаза или с уровня пояса. Поэтому я, например, не люблю снимать через видеоискатель. Я прям полностью поменял технику съемки, наверное, года три назад, и начал снимать только через Live View, то есть когда мы снимаем через экранчик. Во-первых, это сильно упростило работу, во-вторых, это добавило новые ракурсы, потому что иногда банально ты, ну, либо не успеваешь лечь, либо там внизу грязь, болото, не знаю, что-нибудь еще, трещина, да, не важно. Соответственно, экранчик позволяет тебе присесть, развернуть, посмотреть, поиграться. Также ты это можешь делать на бегу. Ты идешь через траву, развернул экранчик, опустил камеру ниже, посмотрел, о, классно, сразу нажал. Добавляет динамики, упрощает процесс и самое главное — ускоряет. Так как мы живем в 21 веке, то скорость, качество — это, наверное, одни из главных параметров. В данном случае это нам очень сильно позволяет ускорить процесс. Возвращаясь к технологиям, важный аспект — это наличие дрона. Точнее, это неважный аспект, это просто классное дополнение, которое позволяет взглянуть на мир с совершенно других ракурсов. Так как многие объекты, которые мы видим со своей высоты, выглядят максимально банально. То есть вот это просто берег, берег острова. Он вообще бы не выглядел так, если бы я смотрел с своего роста, особенно со своего. Поднявшись на дроне метров, наверное, на 100, получилась интересная геометрия, как будто какая-то а-ля улитка. Не знаю, мне почему-то напоминает улитку. Сложилась, да. И еще добавил дополнительной геометрии, появилась дополнительная геометрия за счет как раз вот этой травы, которая идет в форме также самого острова, ну вот этой косы. Правый же кадр — это один из вулканов тоже. Со стороны он, наверное, менее всего похож на вулкан, так как у него нет кратера. Наверху плоская часть такая равнинная, на которой можно подняться, посмотреть все это сверху, интересно выглядит. Сверху, когда мы взлетали на дроне, я обратил внимание сразу на вот эти белые бревна. Это бревна, это не кости ни в коем случае, но именно с квадрокоптера они похожи на кости, как будто вы попали в эру динозавров, да, и кто-то кого-то съел недавно. И вот остались кости на берегу, красивые, драматичное синее небо, синяя вода от океана и такая коса. Вот там в правой части кадра, не знаю, видно, наверное, плохо, там тоже вода. То есть такая достаточно узкая коса, порядка, наверное, 10-15 метров шириной, ведущая исключительно к этому вулкану. Тоже вопрос по игре с цветами. Два цвета, это темно-синий и черный, которые чуть-чуть разыграны в разных оттенках. Если бы была, не знаю, еще трава, мне кажется, было бы не так красиво. Здесь акцент только на холодных тонах и, кстати, похоже на «Игру престолов», наверное. Не знаю, мне похоже. Второй момент и, в принципе, наверное, главный аспект съемки – это серфинг. Серфинг – новый вид спорта, появившийся, ну точнее, он не новый, он недавно стал популярным, скажем так. Особенно с включением его в программу летних олимпийских игр. Поэтому популярность и вообще внимание, которое отдается серфингу, оно прям такое, знаете, колоссальное. В серфинге, что мне лично нравится, больше красивых кадров лайфстайла даже, я бы сказал, чем самой каталки. Эстетика серфинга даже, она более красивая именно самого лайфстайла, как человек идет с доской, не знаю, либо в гидрокостюме, либо на фоне, либо просто в шортах на фоне какого-то красивого заката. Но масса вариантов именно по работе с самим лайфстайлом. В данном случае кадры с черно-белой обработки, снятые вообще в контровом свете, снятые с пересветом. То есть за главным героем вы видите белое пятно на небо. Его, в принципе, оно не проэкспонировано, что, наверное, кто-то сказал бы, что неправильно, кто-то скажет, что правильно, не знаю, мне нравится и так. Как раз говоря про настройки и про экспонирование кадров, я снимаю исключительно в мануальном режиме, когда вы полностью вручную крутите настройки выдержки диафрагмы ISO. Таким образом, вы можете играться с светом как вам угодно, а не как хочет камера. Потому что все варианты настроек приоритета выдержки, приоритета диафрагмы, они сконцентрированы под идеальное экспонирование кадра. Экспонирование, например, по центральной точке будет сделано так, что у вас то, что в центральной части, ну, вообще, в принципе, кадр, будет проэкспонировано примерно одинаково, что у вас будет просвечиваться чуть-чуть небо, чуть-чуть тени, ну, такой, знаете, как легкий вариант HDR. А когда же мы крутим мануальные настройки и все настроим вручную, мы можем сделать так, как мы хотим. Где-то сделать пересвет и тем самым выделить, точнее, наоборот, убрать небо, если оно сильно густое и объемное, но нам этого не нужно. Мы можем его переэкспонировать и убрать его просто в белый. У нас появится белое небо, как будто оно чистое. Либо же, когда, наоборот, хотим сделать, добавить больше драмы, да, сильнее закрутить, убрать, либо закрыть диафрагму, либо сделать более короткой выдержку и тем самым ограничить количество света, поступаемое на матрицу. Здесь, чем мне нравились кадры, да, относительно другого, относительно более классических вариантов, когда человек бережит к серфингу, это, опять же, передний план, игра с мусором, который выбросил из океана. Это все ветки, которые принес прилив и оставил прямо на берегу. Там огромная такая, своего рода, не знаю, как заградительная полоса, можно сказать, образовалась на протяжении всего пляжа, и она добавила прямо антуража красиво. И, возвращаясь как раз к моменту о непостановочных кадрах, да, Митя, это тренер, да, и один из участников проекта, он вообще совершенно не знает, что я его снимаю. Он просто взял доску, побежал к океану, я взял камеру, включил режим Live View, игранчик, и просто бежал за ним, снимая просто все такую, как некую большую серию, чтобы поймать идеальное положение ног, плюс посмотреть разные ракурсы с игрой планами с передним, нижним, с верхним, посмотреть, как это будет играть. Но единственное, я хотел, чтобы не было, не было вообще, то есть оно было пустым. Так и получилось. Я понимал, что вариант будет именно в черно-белом цвете исключительно, так как там было много, вот здесь, получается, сами деревья, они такие бело-желтые, черный песок, синий, темно-синий, не темно-синий, такая, чуть-чуть коричневая вода, потому что это было после прилива, было много мусора, и голубое небо. Ну, получается такая некая раскраска, наверное, я, ну, так, сейчас предусменно смотрю. Черно-белый вариант же создал такую своеобразную гармонию, инь-янь. Возвращаясь к свету, да, и вообще к лайфстайлу серфинга. Вода – это отражение. То есть, когда мы снимаем воды, всегда смотрим на отражение. Идеально классный дополнительный прием, который возникает из ничего. Он дан природой, и вам только грех остается им не воспользоваться. В данном случае это тоже, по-моему, отлив как раз, да. А, вон, видите, деревяшки, соответственно, вот здесь была раньше вода, она их вынесла на берег, и вот рано утром начался отлив. Поэтому песок еще влажный и создает нам такое отражение, а сама вода еще где-то вдалеке. Тоже кадр чуть-чуть недоэкспонирован в данном случае. Верхняя часть кадра светлая, волны тоже проваливаются, они пересвечены. Но зато сама экспозиция построена по левой части кадра, где тот холм, да, деревья и отражение, оно, на мой взгляд, более гармонично смотрится. Так как если бы мы еще сильнее, ну, делали бы выдержку еще более короткой и сильнее бы экспонировали кадры, здесь было бы уже больше провала. И само отражение, оно было бы темным и, скорее всего, бы сливалось уже практически в единый объект. И не было бы так четко видно симметрии объекта с его отражением. Второй момент, это, возвращаясь к физической подготовке, на следующий день мы ходили на соседний, ну, на вулкан, который расположен прямо на острове, это вулкан Абека. Вулкан, по факту, не такой высокий, там тысяча с чем-то метров над уровнем моря, но подъем очень резкий и требует хорошей физической подготовки. А когда вы работаете с какой-то группой, да, и вы идете вместе с ней, то вам нужно понимать, что все-таки вам было бы круто снимать не только вокруг, а самую группу. Чтобы снимать саму группу, вам нужно бежать либо перед ней, позади нельзя, потому что группа идет полностью в полном составе и отставать можно только если на чуть-чуть. Чтобы быть предприсмотром гида, мало ли что может произойти. Все-таки это горы и природа. Вот, поэтому в данном случае мы убежали там первой маленькой группой людей наверх, да, и сделали несколько кадров сверху, как вот маленькие люди поднимаются откуда-то из-за облаков на вершину. В принципе, игра в путешествиях, очень классный прием, это игра человека и природы, да, показать могущество и величие природы и какой-то маленького человека в этом мире, как, в принципе, и здесь. Другой вопрос, что помимо маленького человека нам нужно показывать еще и героев. Героев экспедиции, показывать, как им непросто, тяжело, куда они идут, по какому рельефу, там, так далее, так далее, так далее. Здесь как раз один из участников проекта, точнее, из организаторов тоже, Марина, идет, ну, практически бодрячком, там, и улыбается, смотрит, как ей весело, и она почти на вершине. Это просто как-то, наверное, вариант того кадра, который обязательно должен быть все-таки при съемке какой-то экспедиции, да. Снова важная тема, величие природы и в данном случае как раз вот это вдалеке, это соседний остров, на который мы ездили в первый день, где вот кадры с дрона, там, и так далее. Это вулкан Алоид, и его так затянуло облаками. Сам вулкан, по-моему, две с половиной тысячи метров на уровне моря. А вот этот хребет, на котором мы были, там тысяча с чем-то. Из-за этого он так красиво возвышается над облаками тоже, выше, чем, получается, мы, и создается некое ощущение того, что мы все-таки на земле, а он еще выше над облаками, да. Плавная пелена из облаков, градиентная такая, уходящая с нижней части кадра из белого, плавно переходящая в верхний такой нежно-голубой оттенок. И снова две фигуры, исключительно силуэтные, потому что нам не важно, кто там будет. Очень классно, кстати. Можно выложить фотку к себе, сказать, что это ты. Никто не сможет доказать это. Но кадр классный. Затем, соответственно, то, ради чего мы туда шли. Это вулкан Абека, который на протяжении нескольких последних лет постоянно извергается. Нам очень повезло так, мы за время восхождения, нам было примерно 3 с чем-то часа, но мы постоянно останавливались, сделали подсъемы, поэтому это заняло больше времени. Он извергался несколько раз, да, и он извергался в формате просто столба дыма, который уходит высоко на несколько сотен метров вверх, да. Получается очень красиво. Особенно нам повезло, что облака закрыли остальную часть острова. На мой взгляд, повезло, кто-то скажет нет, но, мне кажется, это добавляет больше антуража, и, опять же, показывает вот эту часть острова, да, где мы стоим, как такой обособленный от всего остального мир. Так, ну, снова игра с фигурами, да, с людьми, которые чем-то занимаются на хребте. Все кадры, проходящие через практически центр, точнее, исходящие из центра, проходящие в нижнюю треть, да. Такая игра рельеф, и в правой части кадра остается сам вулкан Аллаид. Теперь, в принципе, то, что произошло, когда мы поднялись, и мы еще прождали два с половиной часа, и это было просто, не знаю, неописуемо, скажем так. Потому что мы просто, мы стояли действительно и такие, офигеть. Ты стоишь, ты не понимаешь, что происходит, но ты понимаешь, насколько это круто. Это вот как раз момент извержения вулкана, я сейчас дальше покажу еще видео. В один момент мы ждали этого извержения порядка двух часов, просто сидели на хребте и ждали, надеялись, что все-таки что-то произойдет. Так и получилось. Мы сидели, ели, там что-то общались, и кто-то там закричал дым. Все-таки вскочили, смотрим, ну, чуть-чуть повалил дым, две секунды, а потом дальше просто ба-бах, полетели камни, повалил столб дыма, молния сверкнула. И как раз смотреть на кадр, его лучше, конечно, смотреть в полном формате, видно, как валит дым, в воду летят камни, камни летят еще и внизу, там, во стороне всего вулкана. И тут вот момент, наверное, тоже такого некого части профессионализма и наслаждения происходящим. Очень круто, хочется просто на это все посмотреть, но надо еще и снимать. Точнее, не то, что надо, и хочется еще и снять. Но первое время достаешь камеру, видишь все это, и сначала ты такой, офигеть. Хочется все-таки запоминать многое глазами. Потому что, ну, фотографии либо видео — это все классно, но когда ты снимаешь, некоторые моменты все-таки хочется переживать как-то более глубоко, более душевно. Но есть всегда друзья, у которых есть телефон, и которым не нужно сделать фотографии, и которые могут сделать вот это. Я без звука, потому что там нецензурная лексика. Вы просто посмотрите, летят камни, волны, столб дыма, еще сверкнула молния. Сейчас давайте повторим. Смотрите вот в эту часть кадра. Видели? Это сверкнула молния еще. Я никогда не думал, что во время извержения вулкана может еще сверкать молния. Просто кто-то увидел, кто-то не поверил. Там поэтому была не совсем нормативная лексика. Но все же, потому что те эмоции, которые вы испытываете, когда видите такое чудо природы, и обычно вы видите его по телевизору либо в каких-то программах, это сложно описать. И такое происходит, опять же, очень редко. И это просто вот снова возвращаемся к удаче, к везению какой-то внутренней, может быть, карме, которая в хорошем состоянии позволяет видеть такие классные чудеса природы. Два соседних кадра – это уже завершения, которые произошли после нашего отъезда. Ребята через, по-моему, 5 дней или что-то около того ходили снова туда смотреть. И вы видите в центральной части это фотография камня, который прилетел из того кратера. И он прилетел примерно в то место, где мы изначально стояли, когда снимали предыдущие фотографии и видео. Поэтому тоже не нужно забывать о безопасности. Все-таки это то явление, которое нельзя контролировать, и никто не понимает, куда может что-то прилететь. И нужно следить за обстановкой и не поддаваться полностью эмоциям, а контролировать ситуацию. И вот как раз тоже видео с их извержения. Вот, как-то так. Тоже очень сильно. У них как раз, видите, погода даже чуть-чуть поменялась, и она была более пасмурной. И смотрите, как изменился цвет рельефа. Изменились цвета, появились более желтые оттенки, изменился цвет воды, изменился цвет грунта, он стал более темным. А разница, казалось бы, плюс-минус нашим восхождением, где-то дней 10-12, образно, плюс-минус. Может чуть-чуть больше, но даже не месяц. Возвращаясь к истории, смотреть по сторонам. Это совершенно противоположная часть вулкана. И к вечеру, к закату туда заходили, поднимались облака. И мы заметили, как облака, которые заходили у нас за спиной, они начали переваливаться через наш хребет и уходить такой молочной речкой, как в какой-нибудь рекламе «Милка» и всего остального. Такой молочной речкой сквозь хребты. Другую часть острова. Явление очень красивое, и при этом они идут достаточно быстро. То есть вы прям видите, как вот эта речка, она течет. Она, знаете, как какой-то горный порог, обтекающий острова, камни. Но все это в масштабе раза в 3-4 больше. Это на формате целого острова. Команда «Мечты», как сказать, это все участники проекта. Видеооператоры, фотографы, сами участники, организаторы, вообще все-все-все. По примерной технике понятно, кто есть кто и так далее. Кто как устал, кто чем занимался. Кто-то снимает, кто-то в левый часик позирует, в центре кто-то устал и так далее. Очень люблю силуэтную историю, потому что она, наверное, в большей мере подчеркивает какую-то некую индивидуальность, которую мы не можем увидеть в лице человека. То есть, когда мы общаемся с человеком, мы можем примерно понять, кто он такой за счет его общения, за счет его образ жизни, внешности и всего остального. Если же мы видим силуэтную историю, мы можем понять человека немного с другой стороны. И это тоже круто, особенно когда вы с человеком не знакомы. Если вы смотрите какие-то фотографии силуэтные, можно выделить из этих фотографий некие детали в его позе, позиции рук и по некоторым аспектам. Вернем снова к фотографии. Съемка серфинга – это съемка воды. У океана, в данном случае, это тихий океан. Соответственно, это соль. Большая опасность для техники. Но очень красивая картинка. И, кстати, очень часто, когда вы снимаете серфинг в каких-то северных широтах, то, во-первых, там люди катаются на софтах. Это мягкие доски большие. Ну, преимущественно. Они учатся на них. Про катаются на жестких досках. В большинстве случаев они белые. Но кто-то их раскрашивает, кто-то нет. Софты же, наоборот, они в большинстве случаев яркие, что добавляет как раз в любую погоду, в независимости в хорошую, в плохую, в большей степени играет роль в плохую погоду контрастности. И в данном случае мы видим игру цветов досок. Здесь розовый, здесь желтый, разноцветный, там белый. А сами люди снова обезличенные. Это какие-то черные люди, черные котики, которые идут нырять. Кстати, поговорим о приеме, как снят этот кадр. Не знаю, видно или нет, кадр не совсем четкий. Он частично заблюрен. Но заблюрен не искусственным путем, а естественным. У меня есть несколько фильтров, которые пустышки. Они не содержат никакого ND-фильтра либо полярика. Они просто пустые. Это просто стекло, на которое я иногда что-то выливаю, играюсь и так далее. В данном случае на стекле просто несколько капель воды, которые создали эффект какой-то старого приема съемки, когда снимали раньше на пленочной камере. И объекты иногда либо фаны не были до конца сфокусированы. И получается такая игра некая, что вот здесь все плывет, здесь правый человек более четкий, а центральный, который там что-то сигнализирует главным героям, вообще поплыл. По факту тоже один из вариантов. Либо можете разлить, если вы снимаете летом, можно разлить машинное масло. Есть варианты съемок, когда вы разливаете моющие средства, затем капаете водой. И таким образом у вас получается, что капельки, которые образовываются на масле, они не растекаются. Они держат форму и с этим тоже можно поиграться. Ну и в принципе можно экспериментировать. Есть очень классные ребята, которые придумали... Они между двух стекол запихнули просто медную проволоку. По факту все очень дешево просто, но медная проволока классно играет при контровом свете. Она создает искусственные блики красивые, с которыми можно тоже построить интересные кадры. Особенно от того, как вы сформируете эту проволоку внутри, тоже будут очень сильно зависеть блики. Так, ну игра снова с передним планом, с цветами. Здесь, в принципе, наверное, все понятно. Снова обезличивание, яркие доски, уже совершенно другая погода. Здесь как раз и добавилось еще отражение, и все герои нас смотрят в одну сторону. То есть создается некое ощущение предвестника чего-то большого, не знаю, какой-то могущественной борьбы человека с природой. Вот они все готовы сейчас пойти покорять свои первые волны. Второй момент, когда мы снимаем в данном случае такой проект, нам очень важно показать эмоции людей. Все люди, участники проекта, большая часть из них, точнее, первый раз серфил. И эмоции человека от первого серфинга, они бесценны. Они наиболее настоящие, натуральные и непостановочные. Поэтому, опять возвращаясь к моменту, что нужно всегда быть в моменте, в движении и ловить те самые эмоции. Вот первая пятюля после пойманной волны главного героя и тренера. Радость тренера за своего ученика. Радость человека, который просто, не знаю, живет на острове своей обыденной жизнью. У него какой-то свой более классический распорядок дня. А тут вклиниваемся мы со своим проектом, знакомя его с новым видом спорта, который, в принципе, доступен для него прямо возле дома. Как, не знаю, нам пойти на баскетбольную площадку поиграть, так и им пойти показаться на серфе пять минут от города. И те эмоции, которые он испытал от этого, они очень крутые. И, скорее всего, человек зарядится этой энергией и будет постоянно ходить серфить. И таким образом внесет некий маленький вклад в дальнейшее развитие серфинга в том регионе. Другой пример, когда человек в моменте, так скажем, вот он проехал свою волну, едет еще и не может нарадоваться тому кайфу, тем эмоциям, которые он испытал от силы природы по факту. Возвращаясь к более постановочной истории, все-таки какую-то постанову и такой более, наверное, продающий кадр лучше делать, ну, зачастую ставить и планировать его полностью от начала до конца. Как, к примеру, с этим. У вас идет хребет из левой и верхней части, он где-то обрывается примерно в одной четвертой общего кадра. Снизу лежат вот эти ветки, выброшенные на берег. Еще в тот день вода прогрелась сильнее, чем воздух. Таким образом мы получили туман на береговой линии, который исходит от воды к берегу. И кадр, на мой взгляд, достаточно киношный. Два серфера, которые один уже как бы полностью готовый в шлеме, другой как будто такой более профессиональный, да, у него и доска, короче, и он еще, не знаю, не надел свой шлемак, либо он просто готов серфить без него. Ну, такой, не знаю, более, наверное, мужественный, что ли, я бы сказал. И все это в таких темных цветах, опять же, чтобы показать, наверное, силу человека противодействующей природе. Потому что все-таки серфинг – это какое-то такое… Ну, это отчасти и противодействие, и использование одновременно. Но все-таки это борьба со стихией. Неотъемлемая часть любого путешествия – это животные, которые нас окружают. В данном случае это нерпы. И как раз я говорил в начале эксы, что важно иметь длиннофокусную оптику в таких путешествиях. Это кадр снят на 400 миллиметров еще и с кропом. Ну, с кропом внутри камеры, то есть это примерно 600 миллиметров. Кроп – 1,5. Не будь длиннофокусной оптики, которую мне смогли дать под проект, был бы кадр совершенно по-другому. А животные – это все-таки очень мило, классно дополняет историю и всегда приятно смотреть. Особенно на нерпы. Они супер пугливые, они ныряют и пропадают из виду при любом шорохе, и уходят на глубину, и все, вы их потеряете. А тут вот такое милое животное. Ну, и опять же, быстрое цветкоре. Мы застали еще реконструкцию битвы за остров Парамушир. Она началась, точнее, военная операция началась 18 августа 1945 года. И вот это одна из фаз, одна из битв, которая воссоздана местными жителями. И опять же, за счет цветкора, за счет шумов, наложенных дополнительно в лайтерами, выведенных сильнее. На мой взгляд, получилось создать какой-то аналог старой фотографии. Эмоции, особенно героев, классно передавших вот эти внутренние переживания, какую-то опаску, боязнь, но при этом готовность идти до конца. Ну, и вот хочется закончить такой фотографией. Это команда проекта, все участники, фотографы, операторы, вообще все. Радуются, что все закончилось, все прошло классно. Как-то так. Наверное, на этом все. Всем спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я готов поотвечать. Либо можно потом мне пообщаться в какой-то более неформальной обстановке. Вопрос? А кто сделал эту фотографию? Эту фотографию сделал вот этот классный парень, который был со мной вместе фотографом. У него огромный респект. Тогда все. Всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.